Позвольте, да, тоже рассказать вам о опыте чрезкожной абляции в лечении гепатесуфлярного рака у нас в центре. Ну и, собственно, будет момент, где я тоже буду говорить про ДКТ. И пока вот про ту работу, про которую сказал Павел Васильевич и говорил Эдуард Негодович, все-таки не так все однозначно на самом деле. У нас есть опыт как и позитивного подтверждения узлов печени, которые были выявлены по ДКТ, так и негативного, когда, собственно, при звездном небе никаких дополнительных узлов не выявлялись. Поэтому пока складывается только тенденция к тому, что все-таки по ДКТ работает. Но я думаю, на этот вопрос более детально мы ответим чуть позже, когда наберем большее количество материала. Что касается абляции, то все мы с вами знаем, глядя на эту таблицу, что она является основным методом лечения больных с очень ранней и ранней стадии заболевания. И казалось бы, что вся вот эта вот правая часть, собственно, должна включать половину тех больных, к которым мы можем выполнить методики радикального хирургического лечения, к которым абляции относятся. На самом деле, если обратиться к канцрегистру 2021 года, то здесь не все так радужно, потому что доля больных, которым в целом в 2021 году выполнил он радикальное хирургическое лечение, составила всего 10%. То есть это всего 626 больных из 7000 больных, которые первично выявляются в России каждый год, которым может быть выполнена либо трансплантация, либо резекция печени. Ну а доля аблетивных вмешательств, я думаю, вы прекрасно понимаете, что совсем незначительная. Поэтому в своем докладе сегодня показать вам за 2 года какие-то колоссальные цифры абляции при гепатоцулярном раке я просто не смогу, потому что таких больных на самом деле очень мало. Я думаю, все, кто сидят в зале, задайте себе вопрос, а сколько было у вас пациентов на абляцию с первичным гепатоцулярным раком. Ну, я думаю, количество этих больных суммарно в зале будет незначительное. Что касается, собственно, почему, с чем это связано? Что касается выявления опухолей печени на первой-второй стадии, то здесь мы видим с 2011 года более чем двукратное увеличение пациентов на первой-второй стадии. Это действительно хорошо, потому что на сегодняшний день, в принципе, достаточно активно насыщено учреждение онкологического и неонкологического профиля аппаратами для проведения компьютерной и магнитоизнацной томографии. Сергей Сергеевич уже сегодня сказал, что существуют гепатотропные препараты. Собственно, да, мы видим, действительно, тенденция улучшается. Но на самом деле, если посмотреть на индекс накопления контингентов больных со злокачественными образованиями печени, то он практически самый минимальный для тех онкологических заболеваний, которые сегодня наблюдаются в России. Мы видим, что тенденция никак не меняется, несмотря на то, что сегодня доступны опции и абляции, и хирургических резекций, и трансплантации, и вроде бы лекарственного лечения. И когда мы присутствуем на конференции с химиотерапевтами, нам говорят, что все, мы победили гепатоцеллярный рак. Нет, индекс совсем низкий, 1,6. Мы видим, что он сравним с таким же индексом при поджелудочной железе. И это говорит о том, что больше 60% больных погибают в течение первого года. Так и, в принципе, часть больных даже не успевает получить никакое специфическое противопухолевое лечение. Но говоря о том, собственно, с чем это связано, мы все больше говорим о том, что нам надо взаимодействовать с гипотологами, что нам надо взаимодействовать с инфекционистами. Но вы видите, что, опять же, есть некоторое увлечение, тенденции к улучшению диагностических заболеваний. Выявление диагностики гепатоцеллярного рака активно, то есть на фонде спонсоризации и, скажем так, профилактических профосмотров. Но, тем не менее, опять же, посмотрите, что эта цифра все-таки остается маленькой. И мы должны откровенно на сегодняшний день сказать, что эти программы работают плохо. Собственно, и с этим связана такая плохая выявляемость у нас с вами в стране. Если посмотреть и вернуться обратно к тем рекомендациям, которые сегодня существуют, где мы можем взять пациента на аблетивные технологии, то здесь достаточно четко совпадают общие параметры и критерии ведущих мировых сообществ, которые говорят, что мы можем применить абляцию пациентам с очень ранней стадией заболевания. То есть многие ссылаются все-таки эти сообщества на барселонскую классификацию и четко прорисовывается размер опухоли меньше либо равно 3 сантиметра. Павел Васильевич сегодня показывал картинки, где все-таки выполнялась абляция уже и опухолевых узлов больше 3 сантиметров. Ну и, собственно, идет упоминание о том, что в части методик, в части узлов, где этот размер превышен, мы можем применить методики региональной химиоболизации для уменьшения размера. Но, честно скажу, в своей практике значительного уменьшения размера и оценки опухолевого узла по критерии РИЦИСТ, собственно, которая не применяется. Почему? Потому что мы не наблюдаем на самом деле. Все-таки больше имеет значение интенсивность накопления контрастного препарата. Поэтому так говорить, что через один месяц опухоли уменьшится, честно, я в своей практике видел, можно даже сказать, редкие единичные наблюдения. А вот структура, да, действительно меняется. Ну и здесь также мы видим, что можно включать для объективной технологии пациентов с опухолями до 3 опухоли размером до 3 сантиметров. Но, опять же, надо задать себе вопрос, а как много таких больных? С учетом того, что большая часть пациентов, практически 60% больных, имеют фоновую патологию. И те показатели крови, которыми эти пациенты к нам приходят, не позволят просто чисто технически провести им абляцию за счет того, что у пациентов высокий риск кровотечения. Лидов абляции на сегодняшний день много. Вот этот пограничный размер 3 сантиметра, который везде указан, он все-таки больше основан на ретроспективных исследованиях, посвященных радиочастотной абляции, там, где уже доказана эффективность высокой этого метода, и он является золотым стандартом. Но вот те инструменты, которые мы сегодня имеем в руках, а это микроволновая абляция последних поколений, да, с более тонкими иглами и криевая абляция, дают нам возможность вот этот порог в 3 сантиметра превысить. И, собственно, брать опухоли размером уже 4 сантиметра, 5 сантиметров, да, при необходимости. Ну, вот у нас самый большой опухолевузел, который мы брали, это, правда, был не гепатоцулярный рак, порядка 5,5-6 сантиметров, да, при энтостазе рака, по-моему, молочной железы в печени. Ну, и технология электроаппарации пока на сегодняшний день широко не распространена, хотя методика хорошая и интересная, действительно, было бы здорово, да, сравнить эту методику наряду с остальными. Собственно, по видам абляции на сегодняшний день, с учетом такого большого количества, существует уже достаточно хорошая рекомендательная база, и многие сообщества, которые я представил выше, говорят о том, что мы можем применять при лечении гепатоцулярного рака все виды абляции, радиочастотную, криоабляцию, тушкожную эталоновую инъекции и микроволновую абляцию, допустим, в сравнении с раком почки, где микроволновая абляция почему-то исключена, да, говорят только о радиочастотной, криоабляции. И мы видим, что действительно опция предоперационной эмболизации имеет место быть сегодня, и надо ее активно достаточно рассматривать и применять с последующим выполнением объективных технологий, тем самым повышая радикальность воздействия и открывая, скажем так, возможность для пациентов выполнить результаты, сопоставимые с хирургическими. Последние рекомендации, которые на сегодняшний день находятся на стадии утверждения, но опубликованы на сайте Минздрава, говорят нам о том, что действительно энергетическая абляция, видите, хитро не указано, какой вид является стандартом терапии пациентов с гепатоцулярным раком очень ранней стадии, при солитарной опухоли до 2 см в диаметре, опять же, мы имеем четкие параметры, которые нам диктует Минздрав, да, и стадии BCLCA, где есть 3 опухоли размерами до 3 см в диаметре, при невозможности выполнения хирургического лечения, резекции или трансплантации печени. Хотя формально все эти больные, я думаю, сегодня могут быть включены в лист ожидания, и с учетом того, как стремительно развивается служба трансплантации в России, все большее количество пациентов из наших рук переходят в руки трансплантологов. И всегда я упоминаю о том, что возможно применение химической абляции, в некоторых аудиториях это вызывает улыбки, но на самом деле действительно в своей практике были ситуации, когда с учетом фоновой патологии страшно, да, откровенно говоря, имплантировать в тело человека иглу 18, 17, 16 гейдж, поэтому имплантация иглы 21 гейдж, возможно, будет более безопасным и также вызовет хороший эффект у пациентов с очень ранней стадией заболевания, с опухолем до 2 см. Также, возможно, комбинация этих методик химической абляции и энергетической абляции, что, собственно, мы сегодня встречаем у пациентов из других клиник, особенно хирургических подразделений, нерегенно-эндовоскулярных, где, собственно, абляция этанолом имеет место быть на сегодняшний день. Ну и, опять же, клинические рекомендации нам сегодня говорят о том, что мы абсолютно легитимно можем применять трансартериальную химиобилизацию в сочетании с абляцией, только вопрос последовательности сроков проведения никак нигде не регламентирован, поэтому, собственно, и возникает вопрос у коллег наших из Челябинска, да, а как быть правильно сразу или после. Поэтому, однозначно, в ответа на этот вопрос не существует. Делайте, как умеете, как знаете, как советуют ваши старшие коллеги. Что касается важного параметра, то здесь надо оценивать распространенность опухолей по печени, и тут необходимо учитывать такие параметры, как размер, локализация, количество опухолевых узлов печени, ну и также зачастую мы сталкиваемся с неудобными локализациями, это поддиафрагмальные глубокие отделы печени, а также близкое прилежание к критическим структурам, когда абляция не может быть проведена по причинам как раз-таки высокой угрозы патологических осложнений. Ну и самая важная проблема, которая на сегодняшний день возникает, если мы говорим не о тех клиниках, где абляцией не занимается таргетно, прицельно, да там еще, где есть и поскодетекторная компьютерная томография, а вот во всех остальных учреждениях в наших реалиях, в онкодиспансерах возникает проблема именно с радиологическим контролем после лечения. И зачастую, с учетом того, что мы стараемся сделать зону абляции больше, чем сам опухолевый узел, мы сталкиваемся с тем, что просто врачи неправильно интерпретируют полученные данные, сплошь и рядом пишут о прогрессировании заболевания, поэтому всегда надо помнить, что мы должны проводить интервал в указанной промежутке времени и, возможно, также проведение дополнительного исследования в более ранней промежутке, если у вас закралось сомнение, радикально ли выполнили аблятивную технологию. Потому что по ДКТ все-таки методика хорошая, методика классная, но, скажу вам честно, применяется, я думаю, по пальцам можно перечитать клиники, где на сегодняшний день это реализовано. Ну и самое важное, что, в принципе, по-хорошему, после выполнения энергетической абляции под контролем музея обязательно в первые трое суток выполнить дополнительный метод обследования, а лучше выполнить МРТ для того, чтобы визуализировать тот самый край абляции, который все время мы показываем на своих мероприятиях. Но, к сожалению, в рутинной практике мы видим, что никто это не выполняет, а сразу пациент отправляется по динамическому наблюдению на контроль с последующим диагностическим исследованием через один-три месяца и так далее. Ну и для коллег, кто собирается только заниматься, либо кто решил проникнуть в тему гепатюлярного рака, сразу хочу сказать, что тема ПЭТ-КТ для гепатюлярного рака на сегодняшний день не используется, пока эта методика является неэффективной и не позволяет выявить мелкие узлы. Вот говоря о тех постабляционных изменениях, то есть семиотики, с которыми может столкнуться врач в описании, нам надо помнить, что зона абляции всегда должна превышать зону исходной опухоли. И при этом надо убедиться, что она, эта зона абляции, Павел Васильевич, не в этой презентации, в другой есть слайд, да, когда при наложении двух картинок мы можем видеть, как, собственно, зона абляции не соответствует, да, или находится не в центре опухолевого узла. Поэтому нам необходимо с вами выполнение в первые трое суток магнитоизнастной томографии для того, чтобы отследить гетерогенную гиперитенсивную или гиперитенсивную зону вследствие конгуляционного некроза для понимания того, собственно, есть ли у нас и полностью левошел этот узел в зону абляции. Ну, и надо помнить, да, что не всегда зона должна быть круглой, сферической, с учетом того, что существует большое количество методик, то мы можем видеть хатсинк-эффект, да, из-за эффекта теплоотвода, если опухоль прилежит близко к сосудам, если или-либо вы сделали при криоабляции неправильную геометрию, неправильно расположили криозонды. Еще важным моментом является периферическое усиление по кругу опухоли в артериальную фазу, да, по данным объективного обследования. Всегда надо помнить, что оно чаще всего обусловлено воспалением функционирующей печеночной паренхимы на границе зоны абляции, которая в последующей фазе становится из-за интенсивного окружающего паренхимия. Но в ряде случаев гиперваскулярный ободок бывает трудно дифференцировать состаточные рецидивные опухолевые ткани. Поэтому, если вы видите, что ободок неравномерный и где-то в одних из отделов этот ободок более толстый, да, то, конечно же, надо выполнить контрольное обследование этому пациенту в более ранние сроки и не исключить рецидив. Но, опять же, идеальной ситуацией является та, когда, собственно, размеры зоны абляции превышают размеры самой опухолевой ткани больше, чем на 1 см, с учетом того, что зона должна быть больше, чем 5 мм с каждой стороны. Вот так это выглядит на практике. И на самом деле, если посмотреть на первый ряд картинок, туда, казалось бы, при адекватно выполненной абляции, да, мы с вами видим, что при слиянии картинок не всегда она выполнена адекватно, и у пациента имеется повышенный риск рецидива в последующем, так как зона выполнена неадекватно, и край абляции составляет меньше, точнее, чем от 0 до 1 мм. Аналогичная ситуация при, казалось бы, адекватно выполненной процедуре криоабляции, когда зона ледяного шара покрывает полностью опухолевый узел. Но, как вы видите, при слиянии картинок мы видим, что из одной стороны эта зона абляции маленькая, и как раз-таки вот такие пациенты склонны вот к этим минимальным остаточным опухолевым проявлением с последующим рецидивом. То есть методика проводится нерадикально. Ну и наоборот, с учетом возможности на сегодняшний день сливать между собой различные последности, идеально все-таки центральное расположение опухоли и вокруг него ледяного шара для последующей оценки эффекта. Ну вот если наш клинический опыт показывает, что пациентам с гепатоксулярного рака, когда мы начинали, мы выполняли методики абляции только под ультразвуковым контролем, стараясь с учетом заданных параметров аппарата выполнить зарядом и большую зону абляции. И вот это хороший пример, да, с хорошим исходом. Тогда, в принципе, при небольшом рецидивном узле гепатоксулярного рака после имплантации антенны для микроволновой абляции вот при выполненном МРТ в первые сутки вы видите, что можно оценить действительно и сам опухолевый узел, и зону по периферии вокруг опухолевого узла, которая, собственно, вошла в зону абляции, и оценить тот самый край абляции, про который я сегодня говорил, и подтвердить, что процедура выполнена достаточно качественно, и отпустить пациента под дальнейшее наблюдение. А вот что касается неудачного нашего опыта, тоже один из наших первых пациентов, который в последующем был трансплантирован, то здесь после выполнения абляции, сложной локализации микроволновой абляции в области почки, да, на первом этапе нам казалось, что, в принципе, на третий день мы достаточно неплохо получили хорошую зону некроза, больше, чем сам опухолевый узел. Но вы видите, что по периферии как раз-таки сохранилась зона вот этого гиперинтенсивного сигнала, что, собственно, нас насторожило. И действительно, в последующем, при динамическом наблюдении, в этой зоне был выявлен продолженный рост. Поэтому, собственно, важность выполнения в первые сутки, если вы не проводите плоскодетекторную компьютерную томографию МРТ, да, позволит вам избежать таких неприятных ситуаций и приличить пациенты радикально. Говоря о практических рекомендациях, действительно, на сегодняшний день для чрезхожной энергетической абляции при гепатусульяном раке с стараниями авторов, коллектива авторов, удалось продавить, да, применение плоскодетекторной компьютерной томографии для проведения абляции и артерико-гипатикографии и, опять-таки, прописать размеры того абляционного края, про который я сегодня уже говорил. Но, опять же, остаются незакрытые вопросы. И сегодня я слышал, они задавались в зал и задавались абсолютно обоснованно. Интерпретации этих результатов, а кто должен их интерпретировать, какую юридическую силу эти результаты носят, да, как арестодировать этого больного и что для этого надо провести, поэтому в этом направлении, конечно же, надо работать и расширять, скажем так, показания для проведения этой методики, подробно расписывая алгоритм действий для врачей, кто хочет этим заниматься для того, чтобы таких неприятных ситуаций не возникало. Собственно, и в нашем случае, вот в протоколе, в котором мы вот на последнем особе озвучили, да, при проведении по ДКТ пациентов перед трансплантацией или резекцией, мы сейчас набираем активный опыт, не все пациенты, не все узлы, которые, казалось нам, являются гепатусулярным раком, оказались таковым. Поэтому здесь надо, собственно, динамически наблюдать и собирать большие когорты пациентов. Ну вот, что касается еще интересного нашего опыта, то у нас на сегодняшний день есть выполнение опыта проведения облетимых технологий при опухолях больших размеров и причем при редких формах гепатусулярного рака фибролюлярной карциномии, когда имеются у пациентов такие многоузловые компоненты в виде нескольких сливающихся узлов. Мы активно используем технологии плоскодетекторной компьютерной томографии для диагностики. Все-таки вы видите, да, какая разница картинок компьютерной томографии, классической и плоскодетекторной компьютерной томографии за счет более такой четкой визуализации края опухоли с последующим имплантацией криозондов, если мы говорим о криоабляции и их позиционировании, адекватным выполнением большого ледяного шара. Я хочу сказать, что мы сегодня не боимся получать зоны порядка 6-7 сантиметров и имплантировать 5-6 криозондов печень. В принципе, достаточно безопасно пациент это переносит. И всегда мы можем подтвердить наличие вот этого самого края абляции за счет проведения тут же, да, плоскодетекторной компьютерной томографии в операционную. Ну, еще раз говоря о размере, в принципе, там для нас зона 5 сантиметров это сегодняшний уже не порог. И вот вы видите как раз-таки, как через месяц выглядит зона объективных изменений, когда мы по-прежнему можем отследить опухолевый узел и по периферии отследить зону вот прекрасно-таки вот этого края абляции для того, чтобы минимизировать в последующем риск рецидива у этих пациентов. Что касается комбинации методик, то здесь уже задавался этот вопрос сегодня. Возможно применение трансфертериальной химиоэмболизации с абляциями, а вот по периодам это можно делать как предварительно, так и после. Ну, вот наш опыт как раз-таки химиоэмболизации массивного узла гепатоцулярного рака у пациента с хроническим вирусным гепатитом и циррозом печени, когда первым этапом мы выполняем трансфертериальную химиоэмболизацию суперселективную сферами с хорошим удовлетворительным депонированием и в принципе получаем по данным контрольного обследования эмрицист, по данным эмрицист 0, да, с полным клиническим ответом, но всегда остается неудовлетворенность, потому что все-таки, как уже было сказано, абляция, точнее эмболизация является методиками палиативного воздействия, всегда хочется пациента вылечить радикально, собственно, и таких пациентов мы зачастую берем на повторное проведение процедур к реабляции, получая как раз-таки вот такие опять обширные зоны ледяного шара, да, с зонами реприфузии по периферии и с последующим мы видим опять же, да, зону самого опухолевого узла и того края абляции, давая шанс пациенту на выздоровление. Кстати, в этом кейсе пациент наблюдается у нас уже больше двух лет без признаков рецидива заболевания. Что еще нам может принести дополнительную информацию, какую нам может принести плоскодетектор на компьютерной томографии, еще раз повторюсь, это определение истинных размеров узлов. В данном случае мы проводили как раз-таки с учетом больших размеров опухолевого узла последовательную, одномоментную сначала трансартериальную химиоэмболизацию с хорошим депонированием сферического материала, да, непосредственно в опухолевом узле и сразу же переходили к имплантации пяти криозондов и с получением вот такой вот массивной зоны абляции порядка шести сантиметров. Собственно, что по нашему опыту, да, очень хорошо усиливает эффект, но, с другой стороны, способствует, если у пациентов ранее были выполнены операции на гепатопанкреатодудинальной зоне, вот такому выраженному яркому эффекту, да, сформирование в этой зоне абсцесса, что требует дополнительного дренирования в последующем. Причем вот это КТ выполнено на третий сутки сразу после процедуры, когда появляется клиника уже у пациента инфекционно-токсического процесса на фоне антибактериальной терапии. Ну и обращаю ваше внимание, что зона абляции уже шесть сантиметров. Наш опыт на сегодняшний день за полтора года работы, активной работы, включает 73 пациента, которым выполнена 81 процедура локальной деструкции, причем большую часть на сегодняшний день все-таки мы выполняем криевую абляцию. Это касается, в первую очередь, пациентов с метастазами колоректального рака, раком почки, мы сейчас активно тоже стали заниматься. Микроволновую абляцию, я не говорю, что мы ее любим, мы ее очень любим и применяем у пациентов с метастазами колоректального рака. Вы видите, что количество МВА у колоректального рака все-таки больше. А вот при гепатоцулярном раке мы пролечили за полтора года 13 пациентов, 6 из них мы выполнили кривую абляцию, 7 мы выполнили микроволновую абляцию. Сюда же входят пациенты с фиброволюлярной формой гепатоцулярного рака. Не всегда, как я вам показал, в первом-втором случае нам удается добиться адекватного края абляции. Это связано в первую очередь либо с невыполнением по ДКТ, либо какой-то иной диагностической методики во время проведения процедуры. А второе, это, возможно, связано все-таки с гигантскими, да, или с большими размерами опухолевых узлов, когда просто имплантировать еще дополнительные криозады мы боимся или не можем, или устали, не знаю, во время процедуры, и в последующем видим, что край абляции не достигал 5 мм. Ну и вот на сегодняшний день с сроки от 2 до 17 месяцев у нас имеется два рецидива. Сейчас на подходе третий. Казалось бы, один я вам продемонстрировал, второй на сегодняшний день после двух лет стабилизации и полного эффекта вдруг почему-то выявляется жизнеспособная опухолевая ткань. Ну и вот третий рецидив сейчас, который мы верифицируем по каналу, где проходил антенна для микроволновой абляции, появилась зона гиперперфузии, да, с активным накоплением DVI. Собственно, на днях взяли биопсию, посмотрим, что это будет, пока трактуем как прогрессирование. Ну и помимо локального, да, рецидива, да, локальное прогрессирование в виде появления новых узлов в печени также выявлено у нас у одного больного с гепатесулярным раком. Но здесь сразу скажу, вероятнее всего эти узлы все-таки были. Это было на заре, когда мы только начинали выполнять абляции и не выполняли плоскодетекторную компьютерную томографию. Вероятнее, это было мультифокальное поражение, которое позже реализовалось. Что касается осложнений, да, то у нас по абляциям количество осложнений в целом небольшое. И если посмотреть на их структуру, наличие сосудистого доступа, если мы говорим о кривой либо микроволновой абляции, позволяет нам купировать кровотечение и тренировать брюшную полость тут же на столе. И на сегодняшний день в этом нет никаких сложностей. Ну и в принципе все остальные осложнения, которые вы видите, они для рентгенхирурга в целом не являются каким-то страшной ситуацией. И сам рентгенхирург может все это дело решить на столе. И по классификации клавиандинда, да, они носят третий либо триа класс и требуют дополнительного вмешательства без системной какой-то либо медикаментозного сна. Что касается наринок, которые, да, нас сегодня ждут и которые уже есть на сегодняшний день в рекомендациях Американского сообщества по лечению заболеваний печени, произошло изменение. Пока в клинических рекомендациях отечественных это не утверждено, но скоро мы увидим, появляется такой параметр как признак высокого риска. Да, мы обсуждали, встречались с экспертами как раз-таки в Санкт-Петербурге этим летом. И для как раз-таки пациентов, кто подвергается абляции, к сожалению, экран здесь срезался, да, немножечко, это все-таки в первую очередь к пациентам с высоким риском при аблетивных вмешательствах относятся пациенты с опухолями от 2 до 5 сантиметров и мультифокальные формы, у которых имеется больше трех опухолевых узлов. И на сегодняшний день как раз-таки Американская ассоциация, несмотря на то, что это радикальная методика, говорит нам о том, что пациенты должны получать удемантную терапию после даже, как вам казалось бы, выполненной радикальной абляции. Я думаю, клинические рекомендации российские недолго заставят себя ждать, и в ближайшем времени мы также увидим изменения. Ну и еще касается, что касается следующего шага, да, который скоро, скорее всего, да, мы тоже получим, эта комбинация уже криоабляции, все-таки на сегодняшний день большое количество работ посвящено именно ей с иммунотерапией, ингибиторами контрольных точек. Почему так? Потому что сама по себе криоабляция, да, показывает, и результаты этого исследования показали, что лечебный эффект в сочетании блокады PD-1 препаратами при криоабляции выше, чем микроволновой абляции. И это все-таки связано с тем, что при криоабляции мы видим лейкоцитарный вал вокруг опухоли, ну и вы видите, да, все иммунные клетки, которые, собственно, вырабатываются после крио, активно подхватываются той иммунотерапией, которую эти пациенты получают. Ну вот, собственно, вы видите, да, выброс PD-1 опухолью и микроокружением опухоли, поэтому, собственно, это становится актуальным для того, чтобы выполнить криоабляцию. И в этом исследовании пациенты получили различные виды абляции в виде криоабляции, микроволновой абляции, и не получали никакого-либо лечения. Вы видите, что тогда при сравнимых результатах проведенного только, да, локального лечения и специально оставленной остаточной опухолевой ткани, добавление к остаточной опухолевой ткани препаратов анти-PD-1, да, позволило именно при криоабляции добиться вот таких вот результатов, то есть заведомо большего эффекта, нежели чем при всех остальных опухолей и комбинации микроволновой абляции с анти-PD-1 препаратами и просто объективных технологий. Поэтому, я думаю, в скором времени любая манипуляция мини-инвазивная будет подкреплена лекарственным лечением, к чему, собственно, на сегодняшний день и идет весь мир. Ну и, собственно, почему это важно? Потому что появляется все больше работ, которые показывают, что даже при промежуточной стадии заболевания, в больших когортах пациентов, которым качественно выполняются локальные методики, удается добиться выживаемости около 78-79 месяцев. Я, когда вижу такие результаты, у меня пока это никак не упадывается в голове, но, тем не менее, крупные когортные исследования говорят нам об обратном. Ну и в завершении, позвольте сказать, что действительно гепатисулярная карцинома это не заболевание одного врача, это заболевание целой мультисциплинарной команды, которая должна принимать окончательные решения и участвовать в судьбе пациентов. Ну и все-таки локальная деструкция остается эффективным методом радикальной терапии, но, как я показал в самом начале, пока количество больных, которым можно выполнить данные технологии, оно незначительное. Спасибо за внимание.